В конце 2020 года компания «Драйв Электро» передала торговой сети «Магнит» электрический грузовик собственной разработки. Ту машину построили на шасси грузовика «КамАЗ» поколения К4. А сейчас фирма подготовила батарейные большегрузы следующего поколения. Компания «Драйв Электро», известная производством батарей для электробусов «КамАЗ», представила два электрических грузовика на ульяновских шасси «Исудзу». И это неопытный образец, а фактически предсерийный, потому что на эту машину уже получено одобрение типа транспортного средства. Новые грузовики будут предлагаться под маркой «Ди и Трак». Первым делом компания разработала версию полной массой 9,5 тонн, грузоподъемность которой составляет около 6 тонн. В движение машину приводит 180-сильный электромотор. Более тяжелая модель, пустой, весит 9, а перевести может 11 тонн. Ее принципиальное отличие в 350-сильном двигателе и двухступенчатой трансмиссии. Понижающая передача помогает электромобилю начинать движение и преодолевать подъемы. От автоматической коробки «Кардан» идет к стандартному заднему мосту, хотя другие производители предпочитают ставить электропортальный мост «ЦТФ». Вот только, как показал опыт столичных электробусов, этот мост быстро выходит из строя от реагентов. Но технически они близки и базируются на железофосфатных ячейках китайского производства. Например, у младшей их 5 штук емкостью 29 кВт-ч, соответственно, общая емкость 150. А вот запас хода у обеих машин идентичен – 250 км на одной зарядке. Впрочем, в порожнем состоянии машины способна отмахать более 400 км. Ресурс аккумуляторной батареи рассчитан на весь срок эксплуатации автомобиля, а это целое десятилетие. Интересно, что тормозная система осталась пневматической, а рулевое управление – гидравлическим. Поэтому шасси пришлось дополнительно оснастить электрическими компрессором и гидронасосом. Оба автомобиля могут пригодиться торговым сетям для перевозки товаров внутри мегаполисов. А старшая модификация готова освоить профессию мусоровоза. На рынке есть подходящие надстройки отечественного производства. Впрочем, похоже, что компании Drive Electro вскоре придется подбирать другие шасси для постройки аккумуляторной техники. Ведь, как сообщают японские СМИ, марка Isuzu не смогла наладить бесперебойные поставки компонентов и готова закрыть свой ульяновский завод.